А, об убийстве Леси Лапиной. Я тебе расскажу, что помню. Ничего! Серёж, это не наша директриса. Это её сестра-близнец. Это вам. Приятно. Кто такой? Привет. Я разговаривал с Антой. Она мне рассказала, что она видела мужчину с татуировкой на плече. Мне кажется, что это Илья, наш заказчик. Мы не договорили, мне плевать. Если что, у меня квитанция есть. О чём это он? Думаю, Серёж, вот об этом. Любимый Риди. Простяй на минутку. Макар, можно вас? Извините. Надеюсь, вы меня уже не подозреваете? Послушайте, Илья. Я не могу подозревать или не подозревать человека без почвена. Просто у меня сейчас нет доказательства вашей вины. А у вас, кстати, нет доказательства вашей невиновности. Я готов рассмотреть другие варианты. Я понимаю. Вы жене часто изменяли? Нет. Рита была первой. Понимаете, когда мы встретились с Олей, она была такая нежная, добрая, чуткая, утончённая. А потом пожили пару месяцев, оказалась она совсем другая. Ну а что же не развелись-то? Оля забеременела. И я мог бы бросить женщину, но ребёнка никогда. Понятно. Так и прожили двадцать лет. Сын вырос. Потом я встретился с Ритой. Я понимаю, вам это покажется смешным, но это было просто какое-то безумие. Наваждение какое-то. Да. Я не мог прожить без мысли о Рите. Ни дня, ни минуты. Сочувствую. Жалко Риту. Она была очень хороший человек. Такие редкости в наше время. Правда, Ольга Константиновна? Да. Она замечательный человек. Я даже стихотворение написала. Хотите послушать? Я прошу, можно не сейчас? Я всё-таки прочту. Цветами опоясанная дева ушла от нас на век в лучах свечей. Другая нынче правит королевой… Я прошу тебя, замолчи. У меня болит голова. Я хочу побыть одна. Я понимаю, Ольга Константиновна, но у меня к вам очень важное дело, которое не терпит отлагательств. Скажите, а вы хорошо знали Олесю, Ольгину сестру? Да, неплохо. С Олесей я встречался ещё до Ольги, но это было простое юношеское увлечение. Я помню, я приехал в Пригожино на лето к приятелю. Москва уже порядком надоела, захотелось отвлечься. А здесь совсем другой колорит – свежий воздух. Вы встречались с Олесей, сразу понравились друг другу. В первый вечер поцеловались. Вы знаете, Олеся, она, конечно, была красивая, яркая, но грубоватая. Смешно тебе, да? Резкая. Могла так обложить, что просто у курщика уши повел. Придёныш! Две сестры, одно лицо, но такие разные. Оля, она такая весёлая, добрая, с чувством юмора. Лёгкая на подъём, как и я. Ну, в общем, влюбился. Но вы не подумайте, я не хотел встречаться с Ольгой. Просто было очень неудобно перед её сестрой. Я думал, вернусь в Москву, всё забудется, но… Встретили с Ольгой? Объяснились. Шестой. Ответь ноль второго. Шестой. Ответь ноль второго. Кажется, у нас гости. Это что такое? Тут аккуратней можно. Да. Что-то подобное я видел в каком-то из фильмов ужастиков. Вы, может, мне скажете уже, в чём меня подозревают, или нет? Чисто. А что здесь происходит? Ленечка, я бы тоже очень хотел это знать, но… Сюрприз. Нашёл в спальне под тумбочкой. Что это? А вы его жена? Да. Не знаете, что это? Нет. Отправь-ка на экспертизу. Ну, это не моё, это… А может, это какая-нибудь валерьянка тётя Веры? Это точно не валерьянка. Ну, не валерьянка, значит, ещё что-нибудь. По чуме я знаю, но это не моё. А что это вы так разнервничались, если это не ваше? Будешь тут нервничать, когда вываливаются к тебе полицейские и обвиняют неизвестно в чём. Вас никто ни в чём не обвиняет. Только в ближайшее время будьте любезны, никуда не уезжайте. Это в ваших же интересах. Вперёд. Всего доброго. Валерьянка, разберёмся. О, Петенька, ты как? Почему без предупреждения, а? Ох ты мой дорогой, ой, мой хороший, хоть бы позвонил, я бы приготовила что-нибудь. Да ладно, успокойся, я не голодный. Всё равно пойдём к столу, я угощу тебя компотом. Сварила сегодня утром, видишь, какой красивый, а вот пирог вчера вечером испекла с клубникой. А ты рассказывай, как у тебя с работой? А лучше не придумаешь. Шеф открывает новое направление. Хочешь, чтобы я его возглавил? Да, будем заниматься SEO-оптимизацией. Это? Ну, это способ такой улучшит рейтинг сайта. Ну, надо же, какой ты у меня молодец, я тобой горжусь. А что у тебя с диссертацией? Тоже всё хорошо. Диссерт уже почти дописал. Так что кандидатская, считай, у меня в кармане. Слушай, слушай, ну, я всё-таки приготовлю что-нибудь нам вкусное. Мам, мам, погоди, погоди. Да, да. Я чего хотел спросить-то? Да. Защита столько денег съедает, я и не представлял. Этому отстегни, тому дай, оппоненту, научному руководителю тоже отстегни. А шеф ещё, как назло, зарплату урезал. Ну, временно. В связи с расширением. А-а-а. Ну вот. Ты не могла бы дать мне немного денег? Чёрт. Олег. Где они? Да кто они? Таблетки твои где? Какие таблетки? Слушай, дурочку-то не строй. Твои таблетки от аллергии. Где они? И чек мне ещё заодно покажи. Да нет у тебя ничего в сумке. Смотри мне в глаза. Это ты этот пузырёк купила грёбаный? Да? Не покупала я ничего. Олег, пусти меня, пожалуйста. Ты вызывала ментов. Я не вызывала никаких ментов. Чё ты хочешь, дрянь? Чтоб меня посадили, да? Олег, пусти меня, пожалуйста. Имей в виду, я тебя вышвырну вон отсюда. А сын со мной останется. Понятно? Ладно, мам. Побегу я. Как? Ты же только что пришёл. Ты ещё пирог не поел. Нет, мам, мам. В следующий раз. Не надо. У меня встреча важная через час. Я пришёл посмотреть, как ты тут. И всё. Кстати, ты присмотрись. Присмотрись к своим приживалам. Это они хотели тебя убить и деньги твои прикарманить. Это Монси! Ты поняла меня или нет? Олег, что ты делаешь? Вас ещё не хватало здесь. Да отпусти ты меня! Олег! Весело тут у вас. Впрочем, как всегда. Да. Правильно, что сюда пришли. Вы молодец, что позвонили мне. Я просто истеричка какая-то. На самом деле обычная бытовая ссора. Я и себя накрутила, и вас. Лили… Я лучше домой. Лиль, что там? Лиля, вы знаете, что побои — это преступление. Ну-ка, присядьте. Послушайте меня внимательно. Если вы не уйдёте от него, рано или поздно он вас убьёт. Можно, Натой? Да. Его нельзя жалеть. Его нельзя оправдать. Лиля, у тебя одна только жизнь. Понимаешь? У меня есть хороший адвокат. Я вам обязательно, я тебе обязательно помогу. Я подумаю. А почему он взбесился? Вроде весеннее обострение прошло. К там полиция приходила. Они пузырёк какой-то нашли. Отправили на экспертизу. Так. Олег решил, что это я его подсунула. Ну, наверное, они его подозревают по всём этом. Пузырёк, говоришь? Значит, мог ли он убить? Нет. Ну, Олег — тяжёлый человек. Он нуждается в психиатрической помощи. Он даже состоял в подростковом возрасте на учёте. Но… Нет. Бить он не мог. Он хороший. Всё будет хорошо. Не, ну, он уже псих, Макар. Как Лиля может с ним жить, а? Серёж, ты б лучше о работе думал, а не о Лиле. Макар, я, в отличие от тебя, хочу иметь семью. А ты бы, знаешь, тоже для разнообразия задумался бы об отношениях. А ты тоже. Вортишь, как старая бабка. Серёж, в отношениях самое прекрасное — это конфетно-букетный период. А потом семья превращается в коллектив чужих тебе людей, которые думают только, как бы разделить квадратные метры. Так что, Серёжа, я люблю работу. Она никогда не бывает в скверном настроении и иногда радует интересными делами. Макар, если тебя когда-то предала женщина, это не значит, что все женщины одинаковые. Слушай, Серёж, давай оставим эту тему. Ты мне лучше расскажи, с какого перепуга менты к Чайке нагрянули. Не знаю. Может, у них есть на него что-то. Или было. Полиция «Привет Бабкин» беспокоит. Хорошо, хорошо. Слушай, Владимир Петрович, пробьёшь одного человечка по базе. Олег Чайка. Чайка? Проживает в Пригожино, Московской области. Ориентировочно сорок лет. Угу. Слушай, это невозможно. Он же её убьёт когда-нибудь. Кто? Кто он? Муж Лилии. Серёж, займись делом, а? Да-да, я здесь, здесь. Илья, нужно будет съездить завтра в город. В больницу. Всё-таки решил показаться психологом? Нет. Я записала у нас в центр планирования семьи. Что? 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 Зачем? Мне кажется, что пришло время завести второго ребёнка. Ты издеваешься? Когда десять лет назад я умолял тебя оставить ребёнка, ты мне что сказала? Ну, я была не готова. И потом Диму нужно было поставить на ноги. А сейчас самое время, мне кажется. Вот именно, что тебе кажется. А то, что мне кажется, тебе совсем не интересно. Моё мнение, тебе параллельно. Малышина. Илья, ну, извини. Я знаю, что ты давно мечтаешь о малыше. А ты? Мало ли, о чём я мечтаю. Я, может, всю жизнь мечтаю с парашютом прыгнуть. Тоже пойдёшь? Мне не нужны эти жертвы. Извини, я прогуляюсь. Иди к Алёне, она тебя заждалась. Так, я на резине, в воздушной шаре. Я тоже хочу! Леночка, Оля, идите ко мне, ребят. Мама зовет. Побежали. Ольга Константиновна, что-то опять случилось? Нет. Просто производственный неурядец. Не обращайте внимания. Послушайте, вот нетрудно вам, вот такой пост занимаете, и всё так близко к сердцу. Приходится бороться со своими слабостями. Как продвигается расследование? Хорошо. Опрашиваем свидетелей, собираем информацию. В общем, всё в штатном режиме. Вот как раз хотел вас спросить, где вы были с трёх до пяти в день, когда убили Риту? Я ездила в посёлок, покупала бенгальские огни и хлопушки. Затем вернулась сюда. Угу. А что? Может быть, вы меня подозреваете? Простая формальность. У хорошего детектива, говорят, все под подозрением. Да ладно, бросьте. Это вам, наверное, Илья всё рассказал, да? И вы считаете, что я убила её из ревности? Не понимаю. Я, знаете, тоже не дура и не слепая. Все в курсе этой интрижки. Все постояльцы шептались за моей спиной. Ну, а что же тогда молчали, а? Потому что мне не пятнадцать. Я знала, что я его прощу, потому что я его люблю. К чему устраивать истерики? Я была уверена, что он нагуляется и вернётся. Есть ещё вопросы? Пока нет. Спасибо. По всему пансионату тебя ищу. Давай, чего? Какие новости? Чего? Петрович звонил. Значит, наша Чайка тут еще ловелась. Он приставал во время работы к манекенщице. Угу. Некая… Елена… Да, Елена Никитична Кузьмина. Ну, так вот, она сказала, что он склонял её к интиму, телефон весь оборвал. В общем, она ему отказала и написала на него заявление в полицию. А через месяц забрала заявление. Так. Подожди. А никаких шизофренических историй он не предлагал? Нет, нет, нет. Правда, он попросил только один раз, чтобы она мёртвая притворилась. Но он отказал и всё. Вот как. Ну да. Я думаю, вряд ли Чайка скромничал в своих желаниях. Только, боюсь, мы об этом никогда не узнаем. Знаешь, что я думаю? Что? Я думаю, он ей заплатил, поэтому она забрала заявление и ничего никому не скажет. Скорее всего. Ладно. Гриш! Гриш! Да? Список-то продуктов забыл. Простите, тетя Вердака. Главное, перец не забудь. А вот это вот что-то… Гриша! Что? Что с тобой? Гри… Гриша! Гриша! Что? Что? Я сейчас скорую вызову. Подожди. Подожди. Пойдём. Ой. 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 Гриш! Ничего себе. Попали. Да, аккуратненько. Давай-давай. Гриш, все будет хорошо, слышишь? Девушка, отойдите, не мешайте, пожалуйста. А что случилось? Я побежала за Гришей. Список с продуктами, тут громыхнуло, кто-то стрелял. Попали Грише в плечо. Врачи сказали, что ничего страшного, потому что стреляли из пневматического пистолета. Резиновая пуля. Ну, у Гриши-то нервный шок. И вообще, стреляли в меня. Успокойтесь, Вера Ивановна. Подумайте. Может, у вас враги есть? Нет. А вообще теперь я не знаю. Наверное, есть. Кто балдала? Ну, кто-кто? Кто? Вот Олег бы рисовал на чердаке. Я. Ну, Гриша, конечно. Света. Теть Вера, а почему вы решили, что стреляли в вас? Ну, как почему? Потому что… Я понимаю, что сейчас неподходящее время, но мне кажется, нам нужно поговорить. Значит, надо меня пристрелить. О чем? О многом. Например, о мертвых женщинах, о Лилиях. Или о заявлении Елены Кузьминой. Помните такую? Угу. Помню. И что? Пока ничего. Может, покажете мне свою коллекцию? Наслышанно о вашем творчестве. О моем творчестве. Прошу. Ну, вот это и есть, как вы изволили выразиться, моя коллекция. Неординарно. Неординарно. Что это значит? Это же ничего не значит. А, между прочим, вы имеете дело с направлением живописи, которое принято называть хоррор-пэйнтинг. Вам, конечно, это неинтересно. И тем не менее, представители этого направления обращаются к темам, которые, по идее, должны вызывать ужас. А на деле они обладают чрезвычайно притягательным воздействием. Взять тему смерти, например. Ну, эта картина, скорее всего, показывает, что творится в голове конкретного человека. Художника. Ну, разумеется, конечно, конкретного. Если говорить обо мне, надо сказать, тема смерти интересовала меня всегда. Но в отличие от большинства, скажем так, творцов, я никогда не боялся думать о ней и говорить. Вот, посредством живописи. А почему лилии? Потому что люблю. Я считаю, лилия – это самый красивый и гармоничный цветок во всем мире. Вот и все. Я вон и женился на лилии. Впрочем, это, конечно, чистая случайность. Хотя… Ну, ладно, это к нашему делу не относится. Мне очень нравится сталкивать, казалось бы, несовместимые понятия. С одной стороны, у меня красота, нежность, покой. С другой – страх, кровь, смерть. Именно этот контрапункт и будоражит, я бы даже сказал, возбуждает зрителя. Вы знаете, у нас с вами разные взгляды на искусство. И, впрочем, меня это мало волнует. А вот, например, домогательство к натурщицам – это уже интересно. Что, отказала девушка в гостили снотворном? Послушайте, что вы несете-то? Домогательство. Между нами говоря, натурщицы и сами не прочь познакомиться поближе. Ну, не все, конечно. Если кто-то активно сопротивляется, я не настаиваю. Что, я дурак, что ли? А Елена – это вообще отдельный экземпляр. Она провоцирует мужчин, деньги из них качает. Это я сразу понял. Ха! Вы что думаете, я единственный, на кого она заяву накатала? Я вас умоляю. Даже если это и так, я ни в чем перед ней не виноват. Я ее пальцем не трону. Может, просто не успел? А? Сидеть. Сидеть, я сказал. Слушайте, вы оставьте свои домыслы при себе. У вас ничего на меня нет и быть не может. Потому что я никого не убивал. Разберемся. Кто дома есть? Можно? У вас было открыто. Здрасьте. Я Сергей Бабкин, частный детектив. Я знакомый вашей соседки Веры Ивановны. А-а-а! Я пару вопросов задам. Можно? Да. Лев Валентинович, слушаю вас. Очень приятно. Можно? Садитесь. Спасибо. Лев Валентинович, ваша работа. Что? Работа ваша? Вот эта вот? Да. Моя. Решил на старости лет рукоделием заняться. Нервы, знаете ли, успокаивает. А в каких отношениях вы с соседями? А-а-а, ни в каких. Мы друг друга не трогаем. Вот Вера, приятная женщина. Добрая, добрая, всегда первой. Здоровается. А где вы были час назад? А, дома был. Вот картину как раз заканчивал. Потрогайте. Потрогайте. Липко. Липко. Так я ж час назад закончил, лаком покрыл все. Вот сейчас сохнет. Спасибо. Да, Лев Валентинович, а вас кто-нибудь видел? Когда? Ну, час назад. Вот. А, так, если только мой кот вон там сидит за окном. Но он не очень разговорчив. Последнее время. Спасибо. 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 Зачем? 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 И раз. Так. Тихо-тихо-тихо. Вот. Рука сюда. Вот. Вот-вот-вот. Так. Дыши-дыши. Будешь заниматься, поймешь, как это важно. Так. Следи за дыханием. Мам, ты что здесь делаешь? Привет, Макар. Ага. А я здесь Алёне объясняю. А сам боковой скрученный угол. Мам, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду, что ты делаешь здесь, в Пригожине. А я здесь отдыхаю. С сегодняшнего дня. Понимаешь, все твои соседи разъехались по дачам. Скокотища невыносимая. Так вот, мы и приехали. Ой, хорошо. Ой. Ой. Так. Хорошо. Вот спасибо Алёнушке, что разрешила нам вместе с Остином в номере проживать. А ты говорила, что нельзя-нельзя. Спасибо вам, Ирина Георгиевна. Вы мне показали, какая-то йога. Я обязательно займусь. Не знала, что это очень полезно. А, Макар, познакомьтесь. Это моя дочь, Зоя. Зоя, скажи дяде, привет. Привет. Привет, Зоенька, привет. А Остин где? Остин? А Остин? Ой, он, наверное, там, в помещении. А, это, Макар, заплати за номер и забери чемоданы, а то они очень тяжелые. Остин! 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 Мама! Остин! Я не могу разобраться. И копался, и копался. Давай дело-то делаем сходим. Обязательно. Там две всего вот эти кнопки, да, и два болта. Голова не соображает. Ну разве так можно, говоришь? Голова. Так-то я тебе не верю. Добрый день, Свет. Добрый. О! А у соседа в этом году яблоки-то не уродились. Издалека начинайте. Говорите, что хотели. Да я просто хотел узнать, что за человек этот ваш сосед. Да на самом деле, человеком он только прикидывается. Вообще-то он скандалист и подлец. Тетя Вере и дяде моему, когда он еще был жив, он всю жизнь испортил. Хотел выкупить наш участок, но тетя Вера не согласилась его продавать. С тех пор у них тихая война. А, кстати, он еще по ночам стреляет в мишени. Спасибо за ценную информацию. А где вы были, когда в Григория стреляли? Где я была? Там меня уже нет. И на ваш вопрос я не собираюсь отвечать. Так что, если вы закончили, до свидания. Всего доброго, Свет. До встречи, Свет. Кучно стреляете. Стараюсь. Лев Валентинович, а почему вы меня обманули? А как вы думаете, после того, что случилось с Гришей, скажи я вам о своих спорах с Марком, как вы и за это сразу ухватились бы? А к этому вопросу много лет уже никто не возвращается. А стрельба? А что стрельба? Я бывший военный. Военный. Иногда вспоминаю годы службы, тренируюсь. А можно посмотреть оружие, из которого вы тренируетесь? Значит, увлекайтесь под дужеством. Разрешение есть? Есть. Могу показать. Нет, спасибо. Я уже понял, что это не то оружие, из которого стреляли в Григория. Если, конечно, у вас не арсенал. Спасибо. Увы. Не там копаете. Вы бы присмотрелись к сыну Веры. А что с ним не так? Ну, так не так. Но я несколько раз видел, как он наблюдает за своим домом. Причем из леса. Вам не кажется это странным? Увы. Не так. Который пустот. Который пустот. Который пустот. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok А я тебя научу, как растопить этот лед Мужчина по природе своей, по натуре, завоеватель, хищник Он сначала долго выслеживает жертву, подбирается к ней поближе, чтобы в решающий момент прыгнуть и уже не отпускать Ой, я такой неуклюжий, я ничего у вас не повредил, ни зашип, нет? Нет, нет, нет Я могу загладить свою вину, если вам потребуется медицинская помощь, я к вашим услугам, я доктор Как интересно! А мне казалось, что доктора лечат, а не калечат Ну а в присутствии таких красивых дам, разве можно устоять на ногах? Да? Ну а что же вы тогда стоите? Присаживайтесь к нам Спасибо А мне пора работать Да-да-да Присаживайтесь Я хотел бы с вами познакомиться Меня зовут Леонид Вот моя визитная карточка В каком смысле? Ирина Очень приятно Я проверила сумку Светы Там конверт с деньгами, около двухста тысяч, где она их взяла? Так, Света не работает Да нет, самое большее, что ей когда-либо платили за стихи тысяч десять Она написала поэму какому-то бизнесмену, и по-моему, он вообще был пьян Она печатается? Нет, разве что в каких-то сборниках, и то бесплатно Так интересно, зачем ей такие деньги? Я слышала, что она разговаривала с автосалоном, обещала перевести аванс Похоже, она заказала какую-то машину и ждет, пока ее привезут Какая ты мне молодец Кстати, а что ты можешь сказать о Пете? Сыне Веры Ивановны Петя здесь бывает не часто Насколько я знаю, он работает программистом в какой-то московской фирме Идет на повышение Я слышала, что он просил деньги у Веры, ну мало ли А ты случайно не знаешь его адрес? А у меня была смс-ка с его адресом Сейчас перешлю Что? Что бы я без тебя делал? Знаешь, а ты подумала над тем, что я тебе сказал? Ты, ты уйдешь от своего мужа? Я не знаю, я не уверена, что это будет правильно Почему? Ты боишься? Да Я боюсь его реакции, боюсь потерять сына Не бойся, ты знаешь, он тебе ничего не сделает Я тебе обещаю Да Очень жаль, что мы не понимаем друг друга Здрасте Здрасте Не буду вам мешать Спокойно, секундочку Можно вас? Прошу Прошу вас, вы нам не помешайте Присаживайтесь, пожалуйста Я как раз рассказываю вашему мужу, что в крови Маргариты Светловой обнаружено вещество растительного происхождения В состав этого вещества входит трава прострел обыкновенный а в простонародье просто сон трава Не слыхали о такой? Нет Замечательно И ваш муж тоже говорит, что не слыхал Однако в вашей спальне обнаружен пузырек в состав которого входило это вещество Удивительно, да? Ну сколько можно, а? У нас в округе все собирают траву Собирают и сушат Правда? Вы зайдите в любой дом Там наверняка на подоконнике еще где-нибудь сушится трава И этот пострел прострел там тоже есть Или в аптечке уже Возможно Но не в каждом доме его будут прятать Да никто ее не прятал Спокойно И не каждый рисует такие картины Такие какие? Держите себя в руках Такие Если бы убийца был дураком его бы поймали на следующий день Согласен А что Ольга сильно переживает? У Ольги очень странное отношение к трагедии Когда ей было тринадцать В автокатастрофе погиб ее отец А С тех пор она ненавидит чайку Олега? А он-то тут при чем? За рулем автомобиля слил отец Олега Вот как Ну, Ольге очень нужно было найти человека на которого она могла бы принести ответственность за произошедшее Звучит глупо, конечно, но Ну почему глупо? С точки зрения психологии Это чуть ли не единственный шанс не сойти с ума при стрессе Еще партия? Хватит! Я и так вам уже три коктейля должен А то придется весь бар скупить Да и вообще, теннис не мое Макар, главное, чтобы расследование убийств было вашим Двадцать девять до Девяносто тысяч Тише я их возьму, да Ну, здравствуйте, Петр Я Сергей Бабкин, детектив Вы знаете, что на вашу маму покушались? Да, и я даже кое-кого подозреваю Мне все равно, кого вы подозреваете Я знаю, что следователь подозревает вас Что будем делать? В каком смысле? Опа! Ваше? Мое Так, а это что? Я смотрю, вы весь в долгах А это не ваше дело Неужели? Не мое дело? Да Что при чем? А чего это вы мои вещи трогаете? В сторонку отошли, в сторонку отошли А вот сейчас лучше не мешать Опа! А фистолет могли и понадежнее спрятать Да это травма для самообороны Я просто с учебы поздно возвращаюсь Это безопасно, а там резиновые пули Да неужели? Я, наверное, не так объяснил А резиновые пули, говоришь? Ты знаешь, что резиновыми пулями можно спокойно отправить на тот свет А? no 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 Я хотел, чтобы она на них подумала и выгнала их. Мне деньги просто нужны. Но я доску эту я не на маму, я рядом, чтобы подальше. Мама пожалела. Мама пожалела. Мама пожалела. Дальше. Дальше давай. Дальше. Когда с доской ничего не получилось, я выстрелил. Я за домом следил, чтобы там никого не было. Но я не в маму, я рядом. Не в маму, говоришь, да? Детский сад. Ты знаешь, чем это могло закончиться? Да. Давай, собирайся. Поехали. Куда? В полицию. Зачем? Будешь писать сочинение, как я провел это лето. Понял? Шпаргалки не забудь. Хорошо, что ты меня сюда выпущил. Спасибо тебе. Приятно, хорошо. Я вернусь к вам сейчас. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Привет, привет. Ну, как там тетя Вера? Говорит, заявление обратно забрала. Да. Пришли они вместе. Петя извиняется, просит прощения. Я тетю Веру еле уговорила сюда прийти. Но говорит, что денег больше ему не даст, долги оплатит. А потом пусть сам работает. Но главное, чтобы теперь силы Уори хватило не изменить свое решение. Да? Слушали, я хотел давно тебя спросить. Как ваши дела? Все в порядке? Да. Спасибо. Все замечательно. Спасибо. Да. У нее прям такие русые русы. Оля. Оля, что с тобой? Что случилось? Да. 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 Как я знаю, от Алены новая гостья. Заехала пару дней тому назад. А что? Тебе надо успокоиться. Тебе надо успокоиться. Тебе надо успокоиться. Тише, 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 тише. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Мам, ну что ты со мной ходишь, а? Макар, ну пообщайся ты хоть с кем-нибудь. Стоишь тут столбом. Мам, можно я сам разберусь? Ой, Алена! Иди к нам. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я не буду вам мешать. Ой, ну что, как продвигается расследование? Работаем. Послушайте, а может быть здесь замешано что-то мистическое? Дух старого графа, первого владельца этого имения, заманивает к себе души девушек. Мама, мама, да что же вы стоите, как столб? Подзабите ее. Ой. А где же наша Золушка? У нее золотые руки. Подойди, милая, помоги сестре. А почему принц Золушку не узнает? Что же принц, то вы пришлась мне скоро, я ваша принцесса? Тише, тише. Я не знаю. Потому что он видел ее один только раз. И то в другом платье. Ой, да что же эта туфелька слетела? Да как же так? Вы не та, что пленила мое сердце. Неужели в нашем королевстве не осталось девушек? Маменька. Вы забыли про мою дочь, Золушку. Так позовите ее. Здоро, она за мухрышкой грязнула. А почему мальчика не узнала Золушку? Они же виделись много раз. Это неважно. Все разны перед любовью. Потому что они не ожидали, что она придет на бал. Но лицо-то у нее не изменилось. Подойди, милая Золушка, и помирить туфельку. Маменька, а как же я… Ну что, ты не переживай. Ты слишком хороша для принца. Это несправедливо. Что-то голова заболела. Пожалуй, пойду. Да нет, подождите, подождите. Еще пять минуточек осталось. Боюсь, я не выдержу. Пять минут. Макар. Нашел ее отец. Какая радость. Как же я вас долго ждал. И наконец-то вы рядом. Вы — лучшие совершения в моей жизни. Вы так долго не узнавали меня. Увы. Но внешность бывает очень обманчива. Отныне мы всегда будем вместе. Ура! 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 Браво! Браво! Ура! 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 Да. Кто? Где вы находитесь? Адрес! О, ё! Руки подними! Быстро! Руки! Продолжение следует...